здравствуйте друзья у нас понедельник с утречка там пол 11 но вот у меня такое время в понедельник чтобы ехать на работу и я хочу так обсудить что происходит на свете и у нас на канале заодно поскольку канал наш эта часть мировой энергии значит было несколько таких серий что ли у нас последние пару дней значит одна серия это то что мы снимали на такой городской ярмарке вот вот это вот art and wine festival это типичное такое калифорнийское мероприятие она проходит практически в каждом городке вот мы сейчас в сеневеле в сеневеле проходит маунтин ю там я будем маунтин ю в лос-алтес где угодно это помогает как бы местным бизнесом там продавать собирать народ соответственно есть график этих самых art and wine festival и люди которые продают там вот такие приедешь и они вообще движутся у них есть на год значит там график где они там участвуют они заранее оплачивают у них собой эти палатки переносные там трочки грузовички где они все это 8 есть люди которые не продают нигде кроме как вот на таких фестивалях вот допустим шляпы какие-нибудь там и там сумочки красивые самодельные и так далее мне хотелось показать я к чему рассказываю что мне хотелось показать вот такой фестиваль там поподробнее тем более что в капитоле а это фактически часть большого санта груз в капитоле довольно изощренный вот этот фестиваль конечно не сравнить со многими другими где просто местные магазинчики торгуют но я смотрю что как бы интереса нет вот такое маленькое количество просмотров и я думаю чуть-чуть я туда снимал если никому не интересно фестиваль там бегоний я снимал неделю назад мне казалось там так красиво и мы еще место заняли там у ручья хорошее такое тоже смотрю никто не смотрит никому бегонии не нужны что же там кроме я не знаю кризиса доллара там или рубля или там китайского юаня так уже уже и тем не осталось что ли чтоб народу интересно было даже не знать в среду на этой неделе которая сейчас началась начиная со среды до воскресенья включительно проходит большая ярмарка это называется ватсонвилл ватсонвилл это город в санта-крус каунте значит в нот но он такой туда больше в сторону континента и он очень сельскохозяйственный центр сельскохозяйственного производства и называется то ватсонвилл каунти фэр каунти санта-крус но просто санта-крус каунти значит проводит свой свой фэр вот в этом самом ватсонвилл там много места там такая площадка ну не площадка целый центр называется фэр граунд по моему да вот ватсонвилл фэр граунд и там на этом фэр граунде собираются большие фэр ну смысл в том что там как бы конкурсы что ли вот вы можете прийти туда и там какие такие красавцы петухи и проводится конкурс на самого большого красавца там ему дают там золотую медаль вот этому петуху там в разных категориях также как допустим на собачьем шоу каком-то где в разных категориях собачек пород собачек начнут там награды всякие вот там же происходит аналогичное то есть там петухи и бараны и соответственно там и лошадки там и всякие такие шоу всевозможные там не только по скотинке там гораздо шире там в частности есть и арт и там есть например такой конкурс самодельных виноделов вот не официальная винодельная знаете как там положено как бизнес оформлены и так далее а вот есть люди которые сами там у них свой виноградничка они что-то такое делают не являясь технически винодельней как зарегистрированным бизнесом такие тоже есть вот и я так думал вот поедем следующее воскресенье потому что какую-то компанию соберем поедем ватсонвилл это нам тоже минут 45 на этом езды если не час конец от трафика зависит и сейчас мне светлана говорит смотри вот может не надо да потому что никому не интересно что ж там интересно то я не знаю про визы ой чего интересно не знаю дальше что дальше у нас на этой неделе собирается фед который будет решать повышать ли ставку значит банковскую этот межбанковском interest rate и последний раз повышали ставку там где-то в 2006 году а так все снижали и это как бы такое событие они немножко на этой игле низкого рейта держали экономику достаточно долго давая ей возможность значит ну как-то в экстремальных такой в экстремальной ситуации когда кризис был вот в 2009 году как-то вот значит там восстановиться ну и вроде как уже восстановились и мнение в такой финансовый комьюнити вот в этой разделились некоторые говорят все если они сейчас приподнимут даже символически там типа там не знаю на четверть процента то это как бы будет такой сигнал к снижению бизнес активности там и тогда другие говорят что насколько можно в экстремальных условиях находиться значит на самом деле если экономика пойдет куда-нибудь снова вниз так уже и снижать нечего обратить внимание да уже некуда больше снижать ну посмотрим во всяком случае на фоне таких международных неблагоприятных событий вот в частности вот там с китайской экономикой не будут хотя другой стороны может быть не так страшно но посмотрим много беспокойства люди беспокоятся и вот с этим беспокойством много разных мнений много всякой такой переписки обсуждений там статьи народ вот интересуются чем еще интересуются интересуются господином значит байденом который подает противоречивые сигналы значит с одной стороны он тут выступал в программе в одной по телевидению и он там как-то расчувствовался у него сын погиб и он как-то вот эмоционально ну типа подорван как бы вот он боится что ему не хватит сил участвовать президентской кампании потому что это действительно очень эмоционально такое трудное событие не каждый выдержит вот и с другой стороны там буквально там пол сутки не прошло он уже встречается тут есть один потрясающий дядька который такой фандрейзер тут он деньги собирает и он в принципе как бы поддерживал там клинтон да то есть он у нее в команде но они встречались в манхэттене там полтора часа проговорили все это часто за закрытыми дверьми и никто не знает и этот самый фандрейзер он тоже как бы говорит но если байден не знает то я то чё скажу но во всяком случае все это непонятно о чем они говорили но понятно что они встречались то есть как бы сигнал такой встречный и вот сейчас много спекуляций насколько насколько он как бы вступит или не вступит вот в эту самую борьбу так что решение федерал резерв банка если мы к нему возвращаемся по моему они в четверг пятницу не 22 дня заседания и очень много спекуляций на этот счет я честно говоря буду чеком далеким как-то не вижу чтобы там это сильно могло на что-то повлиять ну может быть как сигнал что я я думаю что гораздо больше спекулятивного вот в этом во всем чем реального влияния на экономику я помню полтора года назад когда от секвестр этот наступил так вся кричали сейчас секвестр вообще всех убивает вот он сможешь секвестр никто даже внимание обратил ну то есть вообще вот что был секвестр что не было такое ощущение что людям просто поговорить не о чем они да я рассказывал по моему пару недель назад что на блумберге там вот на этот счет рассуждали люди и один говорит серьезный человек он говорит что знаете как ребята если повышение интереса с нуля там даже на на пол процента скажем там до полу процента может сильно повлиять на твой бизнес скорее всего ты просто не в в том бизнесе в котором надо было бы быть вот и все то есть я как бы я как бы тоже так да и я как бы тоже склоняюсь вот к такой точке зрения что ничего там такого нет чтобы там сильно обсуждать тут один из наших зрителей пишет в комментарии под интервью с кириллом там тестировщиком московским пишет что вот сижу смотрю первый канал а там значит фильм о том что сейчас кранты будут американской экономики скоро она будет кризисе и так далее я хочу сказать что тут есть одно обстоятельство значит как бы не хотелось может быть кому-то чтобы был кризис в американской экономике но с учетом того что происходит сейчас в китайской то вы во всем мире и так далее для страны которая существенно зависит от цен на нефть от количества там проданной нефти и так далее кризис в американской экономике для такой страны просто смертельный то есть у нас кризис от а там просто я не знаю что катастрофа армагеддон потому что если еще американская экономика перестанет нефть потреблять так как она и потребляет то что тогда совсем совсем плохо будет поэтому я бы на их месте как бы включил немножко мозги вот и подумал что не нужно кризис вообще кризисов не нужно ни в китае ни тут ни там нигде не нужно ну вот так что такие у меня соображения теперь что у нас новенького у нас завтра начинается группа завтра 13 года в общем завтра нет 14 14 завтра 14 вот 14 новая группа и 16 новая группа и для меня это нагрузка потому что я первый урок всегда веду в каждой группе и частности вот у нас в пятницу вечером приехали два человека учиться их встречали поздно ночью там можно сказать почти в полночь их встретили временно с ребятами разместили и мы вот сегодня но сейчас с утра я приеду мы начнем заниматься их размещением на более постоянной основе потому что с утра занятия есть и вполне возможно что там даже может не одна группа 2 ну посмотрим я я не знаю расписание не слежу поскольку уроков почти не виду да должны быть две группы насколько я понимаю нашу ситуацию должна быть две группы мы сейчас поспрашиваем кто возьмет может там руммейтов вот у нас экзотический есть человек там зовут ее рамона молодая женщина немка из германии она была замужем за американцем потом поехала учиться на медсестру в германию там у нее брак не сложился но она получила green card поехала обратно в германию значит там получилось сейчас снова вот приехала приехала потому что у нее есть русскоязычная подруга которая живет в германии и которая заинтересовалась нашим курсом и мы с ней как-то разговаривали там на разные темы и вдруг она ведь знаете что вот здесь у меня подруга и вот присылает нам эту рамону и как раз вот она приехала в пятницу вечер мы ее встречали и я думаю сейчас я приеду она там бах и в офисе она такая совершенно очаровательная очень и очень приятная женщина молодая вот так что я надеюсь что мы с ней может интервью какое запишем там поговорим об америке а германии заодно и по-английски там послушаем как люди в германии разговаривают вот так что так немножко экзотики у нее конечно есть дополнительная такая фишка это владение немецким языком как родным и она имеет ну как бы возможности которых нет у людей которые не владеют иностранным языком в частности вот есть такая вещь как локалика локализейшн тесте то есть когда нужно software привязать к местности допустим делаем мы microsoft там офис а продавать его хотим не только в америке а еще вот мир германии тогда нужно его разными там путями привести к требованиям американского германского немецкого рынка это не только связано с прямым переводом но там еще есть много разных фишек гораздо страшнее когда японские или китайские вот там не такая проблема с тем что значок вот в этом в этих языках он занимает два байта они один байт как вот скажем в европейских ночи целая фигня там заковыристая может возникнуть так что локализационное тестирование такое она востребованные люди с языками востребованы так что посмотрим я думаю что не все хорошо сложится и что еще последние пару дней стало как-то пасмурно и это большая радость вы не вынесете как нас тут припекло я с утра сегодня смотрел значит сюжетик небольшой минуты на 3-4 такой как бы обзор проблемы глобального потепления и вот пишут что там последние 15 лет это самые теплые 15 лет в истории там того что наблюдается и вот последний год вот я боюсь соврать вам 15 они говорят то ли 15 или 14 был самый теплый год из всего чего там удалось наблюдать поэтому мы на себе это чувствуем я не знаю это от глобального потепления или просто какие-то локальные передряги но мы это хорошо чувствуем и вот то что не жарко и вот вы видите сами небо такое как-то его затянуло и вчера тоже мы были на побережье ну пару дней мы были на побережье тоже было все затянуто облачками и не было жарко такой кайф ну просто нет нет слов даже вот выразить восторг до чего хорошо что еще сказать сегодня с утра у меня была конференция в скайпе с психологом который делает тесты для наших будущих студентов я вот сегодня сам подвергся тестированию точнее мы со света и сели и с разных компьютеров делали тест 1 после там два теста один раньше делали а сейчас 2 мы вот делали этот второй тест после чего нам сказали что мы как члены команды очень хорошо друг друга дополняем вот это я уже понял да так что приближается та ситуация когда мы сможем как бы использовать профессионально сделанные тесты для того чтобы вот как бы набирать народ на наш курс и потом у нас будет еще тренинг нас нас будут учить как тесты интерпретировать и пока паркинга такого легкой добычи у меня нет сейчас как тесты интерпретировать чтобы те или иные качества которые нас интересуют там определять и нас конечно больше всего интересует способность людей двигаться к поставленной цели потому что хуже нет чем вот вроде так хотел но от дивана мягкого места не оторвал и так ничего и не сделал вот мы хотим в этом плане как-то для себя разобраться прием не будет таким жестким курят гляньте на них я мою курят да еще машины ставят в неположенном месте так сейчас будем с ними разбираться значит но мы должны быть состоянии людям сказать что с ними происходит и чего им следует ожидать и чего не следует я думаю что в этом месте многие может быть сами поймут что им не нужно вот пока такие дела счастливо